Сегодня еще раз Господь дал нам такую возможность, что, собравшись здесь вместе пред лицом Господним, сначала благодарить Господа за то, что Бог предлевает для нас благословенное время. Часто Господь говорит о том, что времена изменятся, они будут другие, и мы часто ожидаем их, но имеется в виду, они будут более тесные времена, но на сегодняшний день мы благодарим Господа, что можем свободно идти пред лицом Господне, имеем хлеб насущный, имеем до хлеба, ну и имеем возможность сегодня слушать Слово Господне, за что благодарение Богу. Потому что и сегодня было напомнено, что Слово Божие – это и сила Божия ко спасению. Как написано, во-первых, Иудею, потом и Елену, если говорить сегодняшним языком, во-первых, верующему человеку, потом и неверующему, потому что мы все в свое время были без Господа, были неверующими людьми, но вот это Слово Господне, Господь сумел раскрыть сердце наше, вложить в наше сердце веру, мы его приняли, и до сегодняшнего дня, благодаря Богу, идем этим путем. Уже кто как идет, кто быстро идет, кто медленно, кто идет широким шагом, кто спотыкается часто на мелочах, но тем не менее мы сегодня имеем возможности быть здесь пред лицом Господним, за что благодарение Богу. И, конечно, сегодня брат Сережа говорил, говорил о вере. Я просто хочу напомнить о том, когда мы сегодня будем читать Слово Господне, то я хотел бы, чтобы мы имели веру Божию. Есть одно единственное место Писания, где такое употреблено выражение вера Божия. Я, когда говорил на эту тему, проповедь конкретную, то я говорил, все чудеса, которые сегодня делаются в народе Божьем по вере Божией. Но когда Господь говорит, вера Божия, означает полноту, полноту восприятия Слово Божие, как написано. Значит, сегодня есть люди, которые верят, что Бог любит, но он не может осудить на вечное наказание. Говорят, Бог любит, но он не наказывает. Это не Божья вера. Божия вера говорит не только, что Бог есть любовь, но говорит, Бог есть, что и огонь поедающий. И вот когда я сегодня говорю о вере Божией, я должен все брать во внимание. И одну сторону, которая мне очень приятная, но и другая сторона, которая подчеркивает, что если все-таки будешь ходить не так, как надо, то может поменяться что-то. Если я скажу беззаконнику смертью, а он покается, то что? То я отменю. И Господь говорит, и зачем тебе умирать вообще-то? Ты покайся, твори добрые дела и живи. А если я кому-нибудь скажу, что я тебе благословлю, я тебе делаю много, а он говорит, станет грешить, то что? То я отменяю это. Вот в этом смысле слова, в некотором смысле слова, многое от нас зависит. И потом я не могу брать только одну сторону. Я беру все, что есть и благословение, и есть наказание, и под проклятием можно оказаться. Сегодня это до чего-нибудь, что дня спорный вопрос, как может быть верующий быть под проклятием? Хотя Петр говорит прямо, Петр уже, когда пишет церковь, он говорит, а это у сына проклятие, они заблудились. Они идут, они говорят, с вами ходят вместе, но не грех делают. И потому я думаю, что вот эти пять неразумных дел, помните, десять, одни будут поставлены по правую сторону, другие по левую. По правую будет сказано, войдите благословенные. А кто по левую, что? Отойдите, что проклятые, не только во время Ветхого Завета, и во время Нового, не вошел вместе с проклятыми. Поэтому я сегодня, когда читаю вот эти места Священного Писания, особенно шестую главу, на которую мы обращали в прошлый раз особенно. Поэтому здесь следует обратить внимание, мы как раз обращали внимание, что апостол Павел говорил, что имейте более такое полное познание, более глубокое понимание. Оставляйте уже все эти начала. Оставляйте эти начала, говорит, оставивши начатки учения Христова, что сделаем? Поспешим к совершенству, говорит, и сколько с вас учить, что нельзя грешить? Вот первое, что он отметил, не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел. Наверное, это самое-самое для человека. Ему хотелось бы, как в свое время брат Вашкевич говорил, часто-часто повторяю эти слова, что я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Всего хочу. Всего хочу. Но он говорил, так же не получится. Так же не получится. Поэтому я обращаюсь сегодня еще раз, напоминаю, чтобы немножко воскресить прошлое. Может быть, кто-то не был, кто-то был, но забывается. Павел говорил, давайте вперед идти. Хватит уже друг друга убеждать, что не надо грешить. Говорит, сколько это можно делать? Сколько можно делать? Все время оснований ложить, что нельзя. И это очень сегодня важно, потому что вовсе времена люди хотели грешить. Они хотели и Богу служить, и грешить. Жить и по духу, и по плоти. Вы помните этих самаритян, которых в свое время царь выселил ассирийский, кажется, ассирийский где-то там далеко, в свою землю. Но о своих переселил в Израилеву. И они не знали законов Бога, и львы их умершали. И когда они пошли, выяснили, в чем дело, говорят, ну, они не знают законов Бога в той земле, потому их львы умершали. Надо туда священников послать. Они послали священников, и они учили народ, как чтить Бога. И там интересное выражение такое есть. Они говорят, и Господа чтили, но и Богам. Там даже «но» не стоит. Там не стоит «но». Они и Господа чтили, и Богам своим служили. Вавиларяне делали сухот бенов, кучицы делали нергалы. И так далее, и так далее. Я уже не пересчитываю там, что написано. Вот так людям хочется. И очень часто они защищаются. Говорят, ну, мы не можем. Может, где-то и не можем. Но здесь надо побеждать через «не могу». Раз Господь не хочет, значит, нельзя. А уже есть ли сделал? То скорее беги, кайся, да не оправдывайся, что я не могу. Потому что, говорит апостол Павел во Христе Иисусе, я могу все. А то, что мы иногда в нем не сокрыты бываем, выскальзываем в зирух, это уже другой вопрос. Это наша сторона хождения перед Богом. Поэтому я обращаю внимание, что Господь, когда говорил, очень такие важные части учения, Он говорил о учении о крещениях, о возложении рук, о воскрешении мертвых, о суде вечном. И это все отдельные части. И мы до сегодняшнего дня спорим, по-разному понимаем. Апостол Павел говорит, это уж начатки. Это уж начатки. И оказывается, можем годами быть в начатках. И так и не разобраться до конца, как, что есть. Ну, наверное, потому что мало уделяем времени, мало уделяем на коленях, молитв мало произносим, чтобы Господь это открыл так, как положено. Но вот то, на что я сегодня еще обращаю внимание, потому что это очень важно, что здесь апостол Павел говорит, евреям, что может случиться такая трагедия в жизни, получишь благодать Божию, и не будешь жить для Господа, а будешь приносить плод, который вообще-то Господу и неприятен. И вы помните песню Исаии о винограднике? Воспою, говорит, песню возлюбленного моего о винограднике его, потому что вот, я, говорит, его насадил, там что-то сделал для него, и отборные лозы, не просто кого-то взял, а отборные лозы взял. Ну, говорит, когда, значит, пришло время поглядеть на плоды, так он, говорит, я думал, принесет добрые плоды, а он принес дикие ягоды. А вот, что я ему еще не сделала, спрашивают. И спрашивают людей, ну, вы скажите мне, что еще надо вам сделать, что вам не хватает? А вам не хватает? Я помню одно свидетельство, как-то оно пришло на память, когда Господь кого-то из братьев, мне кажется, что он просто, как сегодня говорят, смерть переживал клиническую. Я точно уже не помню, но помню, когда он оказался у Господа, а потом Бог его вернул назад на землю, он, говорит, показал одну из шестер, которая тайно глядела телевизор. Никто не знал, что у него есть. А Господь, говорит, я говорю, ну, вот, говорит, смотри, ну, разве, говорит, вам делать нечего? Ну, ничего не говорит, там же плохо, говорит, ну, что вам больше делать нечего? Он, когда пришел на землю, когда рассказали, она в шоке была, побледнела. Она думала, что никто не видит, все это может быть скрыто, говорит, ну, что, говорит, делать нечего, кроме как этим заниматься? Там, знаете, и, говорит, и кора большого нет, но тут и пустое. Тут есть более что-то серьезное, может быть, на коленях, помолиться, вполне возможно почитать Слово Божие, вполне возможно где-то посетить кого-то, но много есть более важных дел, чем просто, как говорят, какие-то мыльные оперы глядить, как сегодня говорят часто. Что, говорит, делать нечего больше? Особенно, когда вот время последнее, и говорим, что скоро, значит, и ожидаем, так написано, почти не язычник войдет, и дверь благодати закручен, что он говорит, делать больше нечего, чтобы просто вот так время проводить. И поэтому Павел здесь говорит, что может быть так, вот как написано, ибо невозможно, четвертый стих прочитаю еще раз, потому что это очень важная мысль, на ней часто спорят, ибо невозможно, однажды просвещенных, и вкушивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкушивших благого глагола Божия, ищил будущее человека, и отпадших. Вот смотрите, вот эти вот перечищенные, вот что Господь сделал для человека, и даже того, и отпадших. Вот почему отпадших? Может быть, кто-то был, кто и не вкушил. Я сегодня часто говорю, люди есть, которые вроде бы каялись, но они на самом деле не каялись. Они подумают, ничего и не вкушили. Что я имею в виду? Я поясню еще раз, что я имею в виду. Очень часто люди приходят в церковь, как в последнее место, где какая-то есть надежда изменить свою жизнь. Это или болезнь, которая привела к смерти, или какой-то порог, пьянство, может быть, наркомания, может быть, еще что-то. И они хотят, чтобы поменялась жизнь их. Но когда они приходят в церковь, то они оплакивают. Не грех, который делали, а что семья потеряна, карьера загублена, здоровья нету. Они очень искренно плачут. Они просят, помолитесь Богу, говорят, да, хочу служить Богу. Но у них нет сожаления, о сделанных грехах. А это не покаяние. Мы думаем, что это покаяние, а у них ничего не меняется. Они просто знают, что так надо, вот так требуют. И они это делают. Но внутреннего увлечения нет. И потом им очень трудно. Они походят месяц, два, три и исчезают. То это люди, которые вообще не вкусили. Они не вкусили ничего. У них покаяния не было, как такового. Они просто думали, что они покаялись. А настоящее покаяние, когда человек скарбит о сделанных грехах, которые привели к болезни, которые привели к развалу семьи, которые привели к потерю работы. Но не само то совершившееся. И потому что для них очень важно сделать твердое решение, что я буду служить Богу. Вот еще один момент. Если они такое решение не сделают, они не получают ничего. Зачем Богу давать человеку здоровье, но он перестанет пить, он пойдет блудничать будет, он пойдет воровать. Он бросится, может быть, в коммерцию, ну хорошо, он допустим будет деньги зарабатывать, но для Господа, для народа, что это стоит? Что это значит? Да ничего буквально. Вот это одна из причин, почему люди не получают то, что хотят. То, что могли бы. Они не вкушили. Они думали, что не вкушили, но они ничего не вкушили. Он просто голова работает, знает, выхода нету, надо. А искренне в сердце не вложено. Но вот здесь написано, они вкушили. Они вкушили. Они не просто ничего не понимают, но начинаются искушения, начинается борьба, начинается война, и люди меняют свое мнение, не выдерживают и ломаются. То вот здесь Писание говорит, «И вкушившись благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются». Вот это что-то особое, неприятное для Бога, потому что когда Господь дал прощение человеку, когда в его сердце поселился Дух Святой, то через Дух Святой Христос живет в сердце человека. А человек начинает делать лишь бы что? Он его огорчат этими руками и распинает. Он огорчает его. И потом Писание здесь говорит, что так просто это не пройдет. Уже их покаяние обновлять нельзя. То есть, что имеется в виду? Если уже быть таким более скрупулезным, то здесь надо понимать так, что одного только, «Господи, прости меня, мало». Мало. Здесь еще будет суд Божий за те дела, которые человек делал. Потому что если человек делал крик и не каялся, он находится в смерти. Он находится в смерти. Его бесполезно наказывать. Мертвых не наказывают. А вот тогда, когда он покаялся, когда Господь дал ему милость, когда он ожил, от живых можно уже наказывать. Живые наказываются, не мертвые. Вот мы эту вещь очень часто не понимаем. Говорим, как это? Ну, сделал, Бог простил, а вы меня наказывать хотите. За что? А, прощение Божие возьмите за грех смерть. А вот то, что человек делал, Бог судится с ним, часто отсуживает. Уже строго очень, или набирает много, что уместил, кучу, да наказывают. Но он отсуживает. Вот такие люди не могут обновляться одним покаянием. Суд и что будет? И пример Давида. Вы помните, Давид тоже согрешал, очень сильно согрешал, несмотря на то, что Господь сказал, что это муж по сердцу моему. И когда он это сделал, поступок сурой хитиянина, наверное, там власть уже сыграла свою роль, потому что цары в то время, они что хотели, то и делали. Ну, и, наверное, и это повлияло на его разум, на его сердце. И когда он именно поступок сурой хитиянина, то вы помните, когда он открыл глаза у него, и он стал плакать, стал проситься перед Господом, то Господь сказал ему, простить я тебя прощаю, а что дальше? Но не наказанным я тебя не оставлю. Это не просто образ мышления Бога во время Ветхого Завета. У него такой образ мышления сегодня. Уставы какие-то, в то время действующего, во время Ветхого Завета. Допустим, отношение к человеку. Раньше как было во время закона? Сделал грех определенный? За это надо спалить, за это надо повесить, за это надо... Вот весь разговор был. Коротко, ясно. Собирал дрова в субботу. Вы видите, камнями побейте. То сегодня Бог не делает так с человеком, не уничтожает человека, а вот грех в нем, он будет выживать. Если только человек это понимает и согласен с ним, если он не защищает своего греха. С грехом Бог будет воевать и никогда не смириться. Но это может быть чисто условный язык. Может быть, кто-нибудь по-другому выразил бы эту мысль. Но, коль грех живет в нас, в членах нашего тела, и Бог начинает бить грех, то и нам попадает. Потому что мы с ним в одно слились. Мы одно целое стали. И как можно по отдельности что-то делать? Правда, может быть, другой момент. Не надо ждать, покуда Бог это будет делать. На колени, в молитве с постом, и молишь Господи освободи. Но, так или иначе, пост, он истощает плоть нашу, ей тоже попадает. Но, на мой взгляд, лучше пусть она немножко помучается в молитве с постом, чем какой-нибудь болезни, которой уже по-другому нельзя. Вы меня понимаете, что я говорю? Выбирать все равно придется, если не можешь освободиться. Или одно, или другое. Но, мне кажется, лучший путь, и более, так сказать, для нас доступный и приемлемый, это сам начинай смирать себя. И не жди, покуда Бог будет тебя смирять. Когда Он смирает, это гораздо больнее, и больше неприятностей испытываешь, когда Он это делает. Поэтому, я обращаю на это внимание, и отпадших нельзя опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божий, и ругаются Ему. И дальше, вот одна из истин Божиих. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая черные волцы, негодно и близка к проклятию, которого конец, сожжение. Вот смотрите, одна и та же земля получает тот же самый дождь, то же самое тепло, но одна, она произращает злак, который полезный для людей, а другая произращает черные волцы. Дождь тот же самый, того же самого неба. Так и человек. Один пришел в церковь, он приносит благословение, другой, когда приходит в церковь, все в напражении от него, они не знают, что он выкинет, они не знают, что он учудит, не знают, как он поведет себя. И один пришел в церковь, поголосит, и другой пришел. И одного Бог кормит и поет, и другого кормит и поет. Но один проносит мир и благословение, а другой постоянные раздоры, волцы и черны. Поэтому я напомнил вот этом винограднике. Помните, что Господь сказал, что он будет делать с таким виноградником, который получил все, что необходимо, и должен был принести добрые плоды, а он принес дикие ягоды. Он сказал, прежде всего, я от него от него ограду. И два основных момента, на которых я сегодня обращаю внимание, там написано так. Его не будут скапывать и не будут обрызывать. Вот, не будут скапывать и не будут обрызывать. Что такое вскапывать? Знаете, для чего копают? Ну, наверное, вы все копали землю. Во-первых, чтобы земля была рыхлой, а во-вторых, все камни, все то, оно убирается для того, чтобы, ну, растение полезное росло хорошо. То Господь, вот, если вот так вот, и человек не обращать, то я вот перестану его вскапывать, и перестану его обрызывать. И вскапывать и обрызывать – это не всегда приятные процессы. Это иногда и болезненные. Когда Господь так копанет глубоко и откапывает в тебе то, что ты не думал, что ты можешь так поступить и сделать. Или начинает обрызывать. Само слово «обрезать» – это резать. Это не гладить, это резать. А иногда вот наши характеристики, они с нами сращились настолько сильно, что правда надо резать. Резать надо. И это больно. Но Господь же как наказание. Вот интересное наказание. Я вас не буду не вскапывать и обрызывать не буду. И сидеть себе спокойно. Всем хорошо. Или всем плохо, что-то все не так. А мне хорошо. И делаю, и вижу, и мне нормально. Если бы Бог был против, то, наверное, что-то уже сделал бы. А так я делаю и нормально все. Вы знаете, что? А вдруг это не совсем нормально? Господь говорит, я перестану вскапывать. Я перестану обрызывать. Сиди себе спокойно. Ходи. Пожалуйста. Наверное, не так легко и просто это случается в жизни, людей. И Бог все-таки, Он умеет начатую работу доводить до конца. Но, тем не менее, проигнорируя, что так может быть, тоже не выбросишь это из Священного Писания. Вот Он сказал, что вот не буду больше. Поэтому, когда Дух Святой позволяет нам или понуждает нас заглянуть поглубже в сердце, это нормальное явление. Единственное, с чем нельзя спутывать вот эти две вещи. Копание глубокое с обвинением, которое часто дьявол проносит. Бог просил, давно он все время назад несет. Мы там слушаем, говорим, зачем копать? Зачем копать? Зачем копать? А вот есть некоторые вещи. Я их обнаружил очень часто. Когда люди вообще делали, они никогда в этом не каялись. Они даже не знали, что это грех. И надо было откопать. Надо было откопать. А что же там было? А что же там было? Я продаю один пример. Но здесь, конечно, никто этот пример не узнает. Здесь идет речь про людей, которые не живут в нашем городе. Но было в свое время, когда с одной из сестер были проблемы, большие проблемы. Ну и когда уже стали ничего не получать, ее освобождение. И потом стали молиться. И Бог однажды во сне показывает. Значит, поле такое. Я когда-то рассказывал где-то в таком тесном кругу. Все заснежено. А я что-то копаю ищу под снем. Кто-то мне говорит, что ты тут копаешь? Что ты тут найдешь? Кто-то тут не найдешь ничего. И вдруг я вижу, значит, знаю, что где-то 41-45 годы, где-то там вот, едет сани зимой, едет машина полуторка. И такая атмосфера напряженная. Страх. Леденящий душу страх. И несколько человек сводят одну женщину с грузовика и ведут ее топить, убивать ее ведут. А вторая таким ультезным голосом просит, умоляет. Я стою, но я ничего не могу сделать. Я понимаю, что совершенно убийство было. После, когда я спросил, говорит, да, дед работал полицаем. И вполне возможно. Там, мне кажется, евреи были. А вы знаете, за убийством проклятие ложится. И только после этого, когда был развязан этот узел, совсем по-другому пошло дело с этой душой, о которой речь шла. Развязался человек, узел был, проклятие лежало. Потому что Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженное что? Сбудется. И Писание говорит, не проклинайте. Вот апостол Павел в послании к Крымлинам не один говорит, не проклинайте. Если даже вас проклинают, вы этого не делайте. Так вы думаете? Если бы вот это явление не имело силы и значения, надо было апостолу Павлу предупреждать, что не делайте. Трудный вопрос. Не надо. Не надо было бы. Зачем? Если что-то не имеет значения, зачем предупреждать? Но это имеет сегодня не значение. И не так-то много об этом написано в Писании, но вы найдете немало мест, где об этом написано, где конкретно предупреждается о том, что нельзя вот этого делать. Нельзя вот так поступать. Нельзя желать своим детям плохого. Хотя бы даже простые слова. Вот чтобы ты, доженька, пережила то от своих детей, что я от тебя. Мы это можем не назвать проклятием, но это проклятие. И потом приходит время и точно повторяется в Северной Самой Святой. Да, вот так. Еще не заслуженное. Оно не повисает в воздухе, а по принципу мира. Вы помните, как написано, когда вы приходите в дом, как должны приветствоваться в доме? Мир дому вашему. И если будет там сын мира, то мир ваш почует на нем. Так? А если нет, то куда он денется? к вам и возвратится. Вот так и незаслуженное проклятие. Они не повисают в воздухе. Они возвращаются на того, кто их произнес незаконно и будет сбываться в жизни. Поэтому вот на это явление надо обратить самое серьезное внимание. Потому что Писание говорит, земля, пившая многократно, сходя, что на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая черные волосы негодно и близка к чему? Проклятие. Потому что уже апостол Павел, когда писал вот это послание, это было на 100% время церкви и время Нового Завета. Это уже не время Ветхого Завета. Я говорю, это Ветхий Завет. Это вы там Ветхий Завет влезли, там ковырачились, а его все читать не надо иногда, говорят. Это уже Новый Завет. Это уже апостол Павел пишет к евреям. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы это знали. И мы еще будем к этой теме возвращаться, потому что по тексту мы опять-таки натолкнуемся вот на эту мысль дальше вот там, где апостол Павел будет продолжать эту вещь, говорит, что так, что он говорит, что он говорит, вы не думайте, что будучи верующими, вы уже можете распоясаться, делать лишь бы что. Если ты делаешь это сознательно и добровольно, то уже так просто прости меня, Господи, не получится. Были какие-то более строгие меры приняты, какие-то конкретные действия, какие-то тиски могут быть поставлены, что или ты перенесешь все, или ты отпадешь вообще-то, говорит, конец которого сожжение. И слушайте, вот что Павел говорит, впрочем, о вас, ваши любимые, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. Как вы думаете, даже на самом деле кому говорил он? Верующим людям или неверующим? Верующим, говорит, я говорю вам и надеюсь, что вы в лучшем состоянии. Оказывается, у верующих людей может быть вот такое состояние. Вы помните эту сардийскую церковь? Ты носишь имя, будто ты жив, но ты что? Но ты мертв. Бодрствуй. И утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Впрочем, там тебе в сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежды твоих и будут ходить со мной в белых одеждах, они достойны. Значит, речь идет об осквернении. Но, покуда мы на земле, покуда еще в наших настрак есть дыхание, если даже мы увидим, что у нас именно вот такое состояние, носим имя живые, но самые мертвые, здесь есть возможность изменить всю ситуацию. Надо только признать, что это так и искренне сказать, Господи, прости. Вот пришло какое-то вот затмение такое, вот не мог понимать. Или переубедили, или какое-то обольщение пришло. Но здесь может быть много причин, почему люди, вот как здесь написано, укусили, а потом отступили. Что ни человек, то судьба, что ни человек, то свои недостатки, свои проблемы. Но, покуда мы на земле, есть возможность и надежды, и вера, что Господь при нашем желании, при том откровенном, так сказать, исповедании своих грехов перед Богом, Он может повернуть все. И если сегодня Господь вот оставил это описание, а Он оставил для нас, это тот рентген, с которым мы сегодня можем проверить наши собственные сердца. Потому что по-другому как это сделать? Я не раз говорил в последнее время, апостол Павел Пасаник Коринфианом, он такую истину сказал, говорит, что есть люди, которые сами себя собою мируют. Просто как можно мирить себя самим собою. Всегда будешь прав. Всегда будешь. Что значит самим собою? Своими взглядами, своим характером, своими стремлениями, своими мнениями. Конечно, если так ориентироваться на себя, оставить в стороне Слово Божие, то все, что не делать, будешь же прав. И Писание говорит, всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает души, в другом месте написано, испытывает сердца, потому что если миришь, то мир стандартами Божьими. Даже стандартами твоего брата поверь, поверь, не миряй. Даже стандартами сестры, поверь, миряй. У них тоже могут быть не те стандарты еще. Если хочешь помирить и увидеть себя, каким есть, то мирай по Слову Божию. И не говори, ну это так написано, так написано, а на самом виде так жить не будешь, совершенно неправильно. Будешь, без Бога не будешь, однозначно. Это невозможно. слишком большие требования, слишком высокие стандарты. Но не тогда, когда ты с Господом. Не будет новым, если я повторю то, что Господь говорил, что раз Павла не один раз говорил, все могу, как, сам могу, или укрепляющим меня, Господи Иисус Христе, все могу, а без него, конечно, не могу, конечно, не дьяволом. И может быть, у кого-то есть проблема, которая в том заключается, что делает решения какие-то твердые, клятвы дает, что больше не буду, буду меняться и ноль, потому что на самого себя надежда буду. А здесь, Господи, помоги, я хочу, но сам я, как я могу это сделать? Это сверх моих сил, потому что мы имеем дело не с самими собой, мы имеем дело с дьяволом. А он часто обманывает, ты сам с собой, ты сам с собой, сам с собой, наверное, проще. Но все дело за нашей плотской стороной, обычно стоит духовный мир демонический, и потом нам очень трудно, мы просто не понимаем, почему это так. Понимаю, знаю и не могу. Знаю, и как волны обои идут. Уже после открываются глаза, плачут, но от этого времени, ну вот приходит время, и делаю, и все, почему? Потому что сильнейший тянет. Попал в рабство греха или в рабство дьявола, потому и не можешь освободиться. Но Господь может эту победу дать. Во-первых, через кровь, пролитую на Голгофе, через смерть свою и через Дух Святой. Кровь Христа и смерть освобождают от греха, а Дух Святой дает последствия победу, чтобы не огрешить, чтобы наступать на эти желания, на эти походи. И здесь Павел говорит так, «Упрочем, о вас, ваши любимые, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение». Оказывается, спасение надо держаться. Вот вы там, наверное, видите сзади, держите спасение. Держитесь! А если не будете держаться, то что? И вы знаете, как и руки слабеют, да? Когда-нибудь висели в школе на турнике или где-нибудь еще, когда где-то переходили, как оно устает все. Кажется, вот-вот, и оборвуешь, собственно, когда где-то на руках надо переходить через речку, где-то там что-то протянуто. Значит, идешь, идешь, руки, но держишься, потому что полетишь вниз. И Павел здесь говорит, мы, надеемся, что вы держите спасение, что вы не просто как листок, который ветром носится, или что-то в воду попавшееся вместе с волнами где-то, вы, держите спасение. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня это понимали, что спасение надо держаться. Хотя вот и говорим так, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служащи святым. Все-таки вот это место Священного Писания говорит о том, что если кто-то слабевает, кто для Господа сделал много, то Господь обращает внимание на это. Все-таки не просто так, Он работал. Вот что стало честно, стало трудно, обращает внимание. Вот послушайте вот на эту связь. Упрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, хотя и говорим так, ибо не неправеден Бог, что забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужившие и служа святым. Конечно, здесь лишь идет не как награда за дела спасения, а состояние сердца было вот то, что надо. И Бог это знает. А вот теперь что-то произошло, говорит Господь, обращает внимание на это. С одной стороны, очень строго и резко отзывается, говорит, делай ты добрые дела, какие хочешь, но если ты согрешил, то, говорит, и не каешься, я добавлю от себя, то я тогда отменяю все. Он вот так вот просто, резко ставит, но, говорит, все-таки не неправде, чтобы все аннулировать и забыть. И я опять повторяю, это не как награда за труд. Если мы что-то делаем доброе, то Писание говорит только потому, что к этому нас понуждает Дух Святой. А вот сами по себе люди, говорят, все до одного негодны, все совратились в пути, никто не ищет Бога. А если уже кто-то делает доброе, то есть еще совесть, говорит, есть еще влияние Духа Святого, потому что когда отнимется среда удерживающая Дух Святой, люди пойдут в разнос с грехом. Они перестанут различать, что добро и что зло. А пока что Господь говорит здесь, я аж помню, что было с тобой, потому я теперь хочу тебе помочь. Ты просто попался где-то, где-то что-то случилось непредвиденное, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его послуживши святым. Труд все-таки любви оказывается. Это то, о чем я в прошлый раз напоминал, о чувствах, потому что есть много людей, которые трудятся на свой собственный авторитет, и практически там никакой любви. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? и Писание говорит, что может быть так. Даже, говорит, если свое тело отдам на сожжение, а любви не имею, люди во имя свое, чтобы им поставили памятник, чтобы они говорили хорошо, они намного способны, но там двигателем гордости является, а не любовь. и наоборот тогда, несмотря на какие-то добрые дела, Бог без особого благоволения смотрит за такими людьми, которым двигает гордость собственная. Это наоборот уже прикрывается, это прикрывает человек свое позорное внутреннее добрыми делами. Это еще и обман придачу. Это с одной стороны, каким бы сердцем человек не делал добрые. Бог не будет его судить за то, что он грызет, потому что он его не сделал. Добрые есть добрые. А вот мотив не позволяет Богу благословить его, сказать ему, ты хорошо, ты молодец. Вы уловили вот эту деталь, которую я сказал? Он сделал добрые, но как бы ты не сделал добрые. Судить то не за что, ты не сделал плохого. Но видя мотивы областавить и похвалить не могу. Вот тут уже начинается то, что Бог не любит, потому что там никакой любви не было. Хотел втереться в доверие. Сколько сегодня я наблюдаю таких явлений, особенно когда пришло время, когда можно было заниматься коммерцией каким-то сколько людей погибли от того, что окружили себя не теми людьми. Они так за ними ходили, они так им угождали вообще, потом получили власть, и они заняли место, эти пошли в тюрьмы, или убили, или еще что-то сделали. То наружное доброе осталось добрым, а впоследствии оказалось, что просто цель, то какая была, негодная цель была. И потом может Бог тогда благословить в таком случае? Нет. Плохого не делал, потому что оно доброе было. А когда посмотрим дальше, а дальше, а за что тебя благословлять? Доброе то доброе, но цель какая была. Поэтому вот здесь апостол говорит, именно труд любви, труд любви, который вы оказали во имя его, не в свое имя, а во имя его, послуживши и служа святым. Здесь даже, как будто и не сказано о ком-то деле, которое напрямую для Господа. Здесь разойдет о нашем служении друг другу из любви. Дело веры и труд любви, послуживши и служа святым. И тогда, и теперь. Потому что я опять-таки буду повторяться. Невщи понимают хорошо, что есть служение Богу. Это думаешь, что какая-то мистика, какие-то поклоны, это что-то такое вот. А на самом деле служение Богу, это по сути дело служение друг другу. Это служение друг другу. А молитва, проклонение перед Богом, это то естественное состояние, в которое не войдя, ты не будешь служить другому. Ты не будешь служить человеку, тебе просто не хватит силы на это. Особенно тому, кто не особенно приятный, кто не особенно к тебе распознает. Как ты им будешь служить? Поэтому то, что мы молимся, благовеем перед Господом, это одна из сторон. И прежде всего здесь учитывается, что все-таки Господь спас нас и оправдал. И как можно вот эту сторону оставить в стороне? А уже когда я шли дальше, или дары духовные действия, будь то пророчество, будь то исцеление, будь то чудотворение, то это вообще кому мы делаем? Богу или людям? Людям. Людям. А Богу только потому, что Он хочет нас спасать людей, потому что вы мне делаете. А на самом то деле, а на самом то деле, то не Ему. Но уже если мы благодарим Господа напрямую, то, конечно, тут уже Ему. Но все остальное, дело веры, труд любви, и учитывая и духовные дары, которые мы служим друг к другу, они духовные, они от Духа Святого, но это же для нас нужны. Они нужны нам. И вы помните, кажется, во время Агея кто-то посылал помолить, значит, надо ли нам поститься или не надо. Помните, мы уже 70 лет молились и постились, нам продолжать дальше и не продолжать. Господь, а Господь, кто? Сахарий, да. А Господь говорит тогда, говорит, а вы подумайте, кому вы это делали, для кого? Мне, что ли, делали? Вы, когда идите и пьете, то для кого? Для меня делаете? Или когда постите, вы для меня делаете? Вы же делаете для себя. Потому, и думайте, надо или не надо. Вот уж вы не для меня, а для себя. Ну, и, конечно, другая сторона, и опять ее подчеркиваю, если Господь хочет, чтобы спасти людей и строить церковь, то, конечно, и уже и для Него вот с этой точки зрения. А вообще-то для нас же самих, для нас же самих. Пожертвование мы собираем в десятины. Это что, Богу она нужна? Да он там напечатал бы себе, что хочешь, целые тонны, если бы надо. Вот этого не надо вообще-то. Это надо нам. Это надо нам, живущим здесь на земле и делающим дело определенное, но не Ему. Хотя он сказал, что вы сделали одному из меньших, то что? То сделали мне. Поэтому вот с этой точки зрения я хотел бы, чтобы мы просмотрели кое-что. Впрочем, о вас, возлюбленные, еще раз перечитываю. Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении. Хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Вот еще одна мысль. Она нам свойственная. Неправедность человеческая. Очень часто. Сделай человеку сто раз хорошо и один раз плохо. Как вы думаете, что он будет помнить? Он будет помнить, что плохо и забудет то, что было хорошо. Господь говорит, Бог не неправеден, чтобы вот так вот поступать. А следовательно, что я отсюда, какой я вывод для себя ввожу? И я не должен так. Мало ли, что кто-то когда-то мне сделал плохо. Иногда говорят, думаешь, как хорошо получится плохо. Но я не могу забыть и то, что сделано было хорошо. А у нас вот как раз очень часто вот так вот получается. девяносто девять раз делали хорошо, один раз плохо и все перечеркнули, значит, все плохо. Все плохо. Потому здесь написано о праведности и неправедности. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. И одиннадцатый стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Ну и дальше еще прочитаю. Да бы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Вот, оказывается, ревность для чего нужна? Ответ. Ревность для чего нужна? Чтобы не в надежде не ослабели. Тирается ревность. Ну и дальше можем даже не рассуждать. Знаете, есть формулы, которые мы заучивали и решаем. Ну, а преподаватель, он знает, как ее вывести надо. То есть, наверное, я не преподаватель, чтобы рассказать все, как это отсутствие ревности влияет на надежду. А формула, пожалуйста, ослабела ревность, и что тогда? И слабеет и надежда. А мы дальше будем читать, а надежда для души, есть якорь безопасный и крепкий, а она слабеет. Поэтому, когда мы говорим о ревности, здесь мы имеем в виду, не только, допустим, с отсутствием ревности дело в Господне может сворачиваться, но сворачивается и наша собственная надежда. И я еще раз читаю. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Вот, наверное, поэтому, когда мы сегодня просматриваем или сравниваем вот ту ревность, ту надежду, ту веру, которая была в первые дни после покаяния, и теперь очень часто обнаружим, что жалеем о том, что прошло лучшее, а теперь не самое лучшее. Хотя, вообще, по логике мы должны с каждым днем расти и укрепляться, укореняться в вере. Но иногда, к сожалению, бывает наоборот. Когда проходит время, и мы с тоской вспоминаем те прошлые времена, когда мы были помоложе, меньше опыта было, меньше, ну, всего меньше было, но вот уверенность в надежде была покрепче, и ревность была. Поэтому, пусть Господь поможет нам вот запомнить вот то, что здесь написано. С одной стороны, кажется, это простые слова, но они вот как-то помогают нам увидеть, почему же вера наша или надежда наша уже не та, которая была раньше. А здесь Писание, хочешь иметь полную верность надежде, ревность сохраняй, и даже наращивая ее, потому что если я сегодня нисколько не вырос по сравнению со вчерашним днем, то это уже у меня застой. Я не раз говорил, у Бога нет среднего, за, против и воздержался, это у нас есть воздержался, а у Бога или за, или против, воздержался, нет. И говорят, и кто не собирается со мною, тот что делает? Тот растачает, потому что ты уже сегодня должен иметь вот столько, а ты недобрал, значит, его нету, нету его. Тоже будешь заработать, ну, допустим, 50 тысяч рублей, а ты не заработал. Значит, должно быть 150, если было 50, а ты вчера было 100 и сегодня 100, значит, что? Ушерб не стало 80, должно быть 150, а у тебя 100. Потера, это потера. И поэтому Господь на это обращает внимание. Если потера телесная, физическая, материальная, она тоже неприятна, когда мы тираем что-то, но она не такую ценность имеет, как потеры духовные, а уже духовная потеря, она очень сильно может повлиять на вечность. На путь к вечности, потому что время растянуть нельзя и больше не будет, чем Господь определил. И в течение жизни дни наши укорачивают, их не станет больше, а значит, придется в какие-то дни вдвойную троюную нагрузку нести. А как можно ее нести? Когда не сумел одинарно, ты вдруг возьмешь, съедуешь, что дни больше, да как ты сделаешь? Как ты сделаешь? Это же невозможно. Сверхсилы не возьмешь, и время сокращается. Поэтому просто хочется, чтобы мы сегодня дорожили временем и не ожидали, что будем делать решение завтра, будем еще что-то. Прошел сегодняшнее, не упустил, все. если возьмешь завтра сегодняшнее, но завтрашнее уж не будет. Как ты возьмешь двойное? Не можешь взять больше, чем ты можешь. Потирал, все. Правда, Бог, конечно, Он может в короткое время сделать больше, у Него возможности не ограничены, но тогда и нам придется, наверное, почеснее, потому что некоторые вещи во времени Бог делает, во времени формирует характер наш. И дальше я читаю 12 стих. Да бы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением начали обетование. Вот еще один порог лень. Я уже не буду говорить, а когда-то Баранчик проповедь говорил на эту тему, как сегодня последний лень превозносит, не как порог, как добродетель. Добродетель расписывает. Просто напомню, когда где-то в Германии кто-то издал книгу, значит, где учил, как зарабатывать деньги, и в то же самое время лениться, когда-то стало бетселлером, ее расхватали за короткое время. Вот как людям хочется иметь, что-то и не делать ничего. А по сути дела, когда не будешь делать, то зачахнешь и духовно, и физически. Вот когда люди работают, которые работают физически, то не крепче физически. Хотя если до изнеможения есть труд как наказание, есть труд как удовольствие. Помните, я вам говорил, три уровня труда. В Тедемском саду труд был удовольствие. по счастью граждане стал этот труд уже более интенсивным. Это стал труд. Ну, как его назвать, даже не знаю. Ну, восполнить потребности и есть тут как наказание. То есть, он для многих труд как наказание уже. Тогда, конечно, уже он истошает. Труд создал человек, а кто-то сказал, он его и угробит. Если это так, то, конечно, не труд создал. Но вот такой труд не посильный. А вот то, что в норму, оно заставляет организм жить полноценной жизнью. И потому, оставляя вот этот труд нормальный в миру, человек сам себя губит. Я не раз рассказывал, сегодня еще раз повторю, сегодняшняя цивилизация, она очень многих качеств лишает людей. Сегодня в Америке, может, это не всегда и не везде. Сегодня им трудно посчитать несколько цифр сложить. Они привыкли к калькуляторам, тык пальцем. И когда один брат посчитал, сколько ему за машину заплатить надо, он говорит, а как ты без калькулятора? В памяти, ты правильно посчитал, взял и вот, правда, правильно? Вот вам цивилизация. С одной стороны, вроде бы облегчение, а с другой стороны, а голова-то уже перестает работать так, как надо. Все это делают роботы, делают машины и так далее, и так далее. Поэтому ручная работа всегда ценилась и будет цениться, потому что ни один робот так не сделает, как делает человек. Квалифицированный, конечно. Но, тем не менее, вот есть мир нарушение, потому что здесь Господь говорит, чтобы вы не обленились, потому что лень – это порог. Но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Вот смотрите, для того, чтобы получить обетование, которое Господь имеет для нас в Священном Писании, открывает, имеет, значит, в своих планах, в отношении нашей судьбы, то, говорит, надо, что вера, и что еще надо? Даже долготерпение, не просто, а долготерпение. О чем это говорит? О том, что не так просто. И во времене некоторые обетования расположены. У Бога на некоторые вещи есть свои времена им определенные. И раньше времени ничего не получится. Иногда, чтобы дождаться этого обетования, нужно не просто терпение, а долготерпение. Верою и долготерпением. Наверное, так часто бывает, когда мы молимся, молимся и не получаем. Мы можем думать, что веры не хватает, можем думать, что много, что можем думать, но вполне возможно, время здесь имеет свою роль. играет. Вера и долготерпение наследуют обетования. И дальше говорится о силе тех обетований, которые мы сегодня имеем, или которые имеем по вере, или которые нам во Христе даны. Бог, давая обетования Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою. Говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Вот смотрите, вот одно из интересов обетований Божьих. Это размножение. Благословляя, благословлю, и размножая, размножу. Для вас не будет секретом, почему. Именно для Господа это очень важно, потому что я говорил об этом. Да не только я, наверное, многие братья говорили, потому что Господу для того, чтобы построить церковь, нужны люди. Нужны люди. Мы сегодня, когда какие-то свои цели преследуем, мы очень мало думаем о том, что Богу нужны люди. Но у Господа на самом первом плане стоят люди, Ему нужны люди. Вот почему сегодня дьявол воюет по всем фронтам, чтобы землю лишить людей. Я не говорю уже про болезни, я не говорю про войны, я говорю про аборты, я говорю про однополые браки, я говорю про разрушение семей, я говорю о сегодняшнем регулировании семей. Это все вопросы, которые дьявол решает, чтобы опустошить землю. Пожалуйста, Бог хотел дуэль парить, однополые браки. Я уже говорил и повторяю, для того, чтобы побольше погубить людей, опустошить землю, разрешили геям, лесбиянкам брак на воспитание детей. Можете представить, кем они их воспитают. Они их воспитают такими же, такими, как они, они к этому учить будут. Вторая цель, в чем заключается, у каждого из нас есть чувство отцовства и материнства. Очень хочется иметь детей. Это вот такая потребность интересная. С одной стороны, вроде бы, они нагрузку дают больше, с другой стороны, дети – это утешение для родителей. Так, пожалуйста, вы не можете иметь детей, у вас однополый брак. Берите других, успокоится в некоторой мере сердце ваше, а с другой стороны, еще больше вашему полку прибудет. Сегодняшняя культура – это культура опустошения земли. Я, потому что не обращаю внимание на это. Благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. И первые слова, которые Бог говорил первому человеку, который создал его, вы помните какие? Плодитесь, размножайтесь и что? И наполняйте землю. А уже для того, чтобы вы были счастливой жизнью, я вам и райский сад насадил, я вам и речки дал, я вам и золото дал, я вам много что дал. Но это с той целью, чтобы вы выполнили мои преднамерения. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Вот почему сегодня этот вопрос немаловажный вопрос. Потому что Господь сегодня строит церковь, и как я уже однажды сказал, сегодня одна из проблем или страх, который преследует людей, говорят, что если будет большая семья, то я не сумею воспитать. Как я их воспитаю тогда? Я, говорят, не хочу, значит, чтобы мои дети дополнили ад. но у Бога есть конкретное число людей, вы знаете это. У него есть планы конкретные. И если моей жизни не исполнились Божьи планы, если вы не захотели этих детей родить и иметь, их придется отдать в мир и оттуда вырывать их, то если верующий человек, но я имею ввиду не только называется, но есть верующий, трудно воспитать этого человека, чтобы он был верующий, то насколько труднее неверующим это сделать. И если с молоком Матери Слово Божие упиталось и после Бог вырывает иногда с трудом, то как достучаться до того человека, который никогда вообще не слышал Слово Божие? Иногда бывает из-за соблазна проще из мира забрать, чем там, где соблазна много было. Это отдельные случаи. Но я просто говорю о неправильном мышлении, которое сегодня существует и которое сегодня в некоторой мере вот этой короткой фразой Господь разбивает, говоря, истинно благословлю Тебя и размножаю размножу Тебя. И так Авраам долго терпел, получил обещанное. Обещанное Богом иногда не очень легко и непросто получить. Долго терпел, долго терпел, получил обещанное. Там почти 20 лет, я уже не помню, сразу вот спонтанно пришел, мгновенно компьютер не срабатывает, но где-то довольно долго, довольно долго. и где-то уклонились от первоначальной истины, помните, там сараб измаила и наделали дело до сегодняшнего дня. Арабский мир бунтуется, потому что это как раз потомки измаила, арабский мир. До сегодняшнего дня в них вражда. Вы помните, что Господь сказал об Измаиле, он будет между людьми как дикий ощел. Руки его на всех и руки на него и жить он будет пред лицом всех братьев своих. И до сегодняшнего дня за территорией воюет. За территорией воюет. Государства как такового нет. Одна земля, потомки Исаака говорит, у нас отец Авраам говорит, и наш Авраам. И это правда. И это правда. И в одних, и в других отец Авраам. Но одни рождены по плоти, а другие по обетованию, по вере. И Бог отдал землю тому, кто по вере, кому он определял. Ну, а вы сами беду такую нажили себе. До сегодняшнего дня мучаются с этим вопросом. И так Авраам долго терпел, получил обещанное. Люди клянутся высшим. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спорник. Вот интересно вот это слово клятва. сегодня Господь запретил нам клястья, да? Говорит, не кляньтесь вовсе. Знаете, почему? Потому что, во-первых, если дал обещание, то уже это обещание ты должен исполнить. А если с клятвою, то как хочешь, как хочешь, это клятва. ну и на сегодняшний день, если Бог поклялся, поклялся для чего? Он, во-первых, никогда не нарушал своего слова. Но чтобы было сильно звучало и в сердцах людей, в разуме, он еще, кроме обещания, поклялся, клялся самим собой. Обычно клянуться высшим. А высшего у него нету. Он самый высший во вселенной. Он клялся самим собою. А то Писание говорит сегодня, а вы вообще не клянитесь. Потому что у вас тогда никто не будет спрашивать, могли вы или не могли. Поклялся дело, я не мог. Не надо было клясться тогда. Вы говорите, как Христос учил, и как на сегодняшний снов Господь нам советует. А вы говорите, как? Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Но люди по своему лукавству, они очень часто ненамерны делать, а говорят, отказывают так. Если Господу угодно будет, это уже почти 90% отказа. Оно так не должно быть. Вы поняли вот эту мысль надо говорить, если Господу угодно будет, и живы будем, то сделаем то и другое. Но я намереваюсь это сделать, я не просто отказываюсь, а можно просто вот так сказать, вот этот человек с Писания, и по сути дела, ну, если Господу угодно будет, а сам уже знаю, что не угодно будет, потому что я не хочу. Вот почему сегодня люди говорят, нет, ты мне точно скажи, ну, как я могу сказать то, что я не уверен, нет, вот точно скажи, потому что кто тебе знает, может ты просто отказываешься, не хочешь. А Писание, между прочим, говорит, клятва, если клятва, делай как хочешь, отвечать будешь, ты нарушил клятву, ты поклялся даже. Поэтому говорит, не клянитесь ничем, ни Иерусалимом, ни Богом, даже волосом своим не клянешь, потому что не можешь делать его ни белым, ни черным. Кто-то однажды сказал, покрасить. Я говорю, покрасить, это обмануть. Покрасить, это обмануть. И через две недели уже вот столько будет видно, что еще дай все равно. На две недели обманул, покрасивший, луж, луж на голове. На голове луж носишь. Вы помните, такое место священного Писания есть, говорит, мы, обманом своим прикроем себя. Поэтому Писание здесь говорит, не можете сделать ни одного волоса, ни белым, ни черным. А если и сделали, ну, то это уже обман, это обман, это неестественно, это то, чего нету. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Почему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непроложность своей воли, употребил посредством клятвы. Вот с кем была связана клятва? Чтобы показать кому-то непроложность воли, не для него самого нужна была эта клятва. Он, если что-то скажет, он без клятвы сделает. А коль люди привыкли клясться высшим, то, чтобы их удостоверить, что-то очень твердо говорит, он самим собою клялся. Чтобы желая преимущественнее показать наследникам обетования непроложность своей воли, употребил посредством клятвы. Дабы в двух непроложных вещах, у которых невозможно Богу солгать, твердые учешения имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Какие непроложные вещи? Господь неоднократно говорил Аврааму, истинно благословляя благословлю и размножая размножу. Это было самое главное. Почему? А я уже говорил, потому что сегодня у Бога есть цель построить церковь. Первое, это спасти человечество, но из этого человечества он церковь набирает себе, и потом он не может солгать, благословляя благословлю и размножая размножу. Это две вещи, у которых невозможно Богу солгать. И иначе, допустим, если он этого не выполнит, он же церковь не построит. ему нужны люди. И поэтому он именно вот это обещание свое склятвою дал, и несмотря на какие противления лукавого, он выполняет это все. И вы знаете, поднимать людей из такой бездны, что кажется, уже они потирали все и руками махнули. А Бог поднимает и все. Хочет спасти человека. И для него все люди дороги, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшее взять за предлежащую надежду. Опять связано с этой мыслью, которой я говорил, строительство, что имейте твердую надежду, потому что Бог хочет спасти в церковь, вложить, Он ее строит. Которое для души надежда есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предчет за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек почином мелхище декор. Вот тут интересную вещь Господь говорит, что для души надежда есть якорь безопасный и крепкий. Бог никогда не говорил, что на житейском море не будет волн. Но он говорил, что ваш корабль не разобьется, потому что якорь будет безопасный и крепкий. Надежда. И кто-то однажды в псалме выразил эту вещь. Якорь мой в руках Иисуса, я не пошатнусь. Помните этот псалом? Я не пошатнусь, я не пошатнусь. Якорь мой в руках Иисуса, я не пошатнусь. То есть эти бушующие волны часто треплют наш корабль. Но Христос, как первосвященник, вошел во внутренние за завесу. Перед нами зашел туда. И взял якорь в свои руки и держит. И пусть как бы тут не болтало на земле, но якорь в твердых руках. Вы знаете, когда якорь срывался у корабельщика, то корабль мог погибнуть. А когда был крепкий трос и надежно закреплен якорь где-то на дне, то как бы ни трепало корабль, он оставался, ну, так сказать, невредим, может быть, не совсем, но он не разбивался. Он не разбивался. Он мог какие-то испытывать проблемы впоследствии, все-таки волны бушующие, но якорь зацеплен за землю, трос, как вера, не рвется, и потом корабль остается целым. Поэтому когда сегодня мы читаем это Местное Священное Писание, очень важно надежду положить на Господа и знать, что у Господа руки не задрожат, чтобы держать этот якорь. Он зашел туда, а там очень надежно все. Туда не достигают наши буры, как я уже сказал в прошлый раз или позапрошлый раз, у Бога кризисов нету никаких, никаких кризисов у него нет, он не страдает ничего, от чего здесь люди стоят, кризис, 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 ну да, у людей кризис, а у Бога кризиса нет. И потом для испытания он может допустить какие-то проблемы, чтобы нас испытать. Такое бывает. Вы помните, что в Священном Писании написано, что я не видел праведника оставленным прощавшим хлеба, но для испытания бывало, что и праведники были голодные. Но это не потому, что Бога нету, а для испытания, а как иначе испытать нас? Никак не испытаешь, как только в трудностях. Человек не испытывается в хорошей обстановке благополучной, его там не испытаешь, он испытается в трудностях, разделит последний кусок, не разделит. Это когда можно увидеть? Когда нужно его делить? Когда он последний? И когда он последний? Тогда можно испытать человека. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы сегодня о надежде позаботились. Недавно просто это слово прозвучало, чтобы не облинились, чтобы ревность сохраняли до конца для совершенной уверенности в надежде. А надежда это якорь для души безопасной и крепкой и входит во внутренням, за завесу, куда притеча за наш вошел Иисус, сделавшись пресвященником навек по чину Мелхиседека. Седьмую главу читаю. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Я в прошлый раз говорил это. По сути дела, я повторяюсь, может быть, немножко в другом разрезе сегодня, что обычно говорят кто-то, что Мелхиседек это был Христос воплощенный. Ну, знаете, что люди всегда были прообразами Бога и Христа. Даже ангелы никогда не бывали прообразами. Вообще, если Бога, то там три ангела приходили. Ну, если это уже, как говорят, богословый Христос был, тогда это уже ни первое, ни второе пришествие. Когда пришествие воплоти, это было второе, а сегодняшнее третье, это был человек. Это был человек. И для того, чтобы уподобить Сыну Божию, то Библия не дает нисколько его родословной. Ниоткуда он произошел, ни из какого народа, никогда родился, никто его родители были, никогда умер, ничего нет. Чтобы подобить Сыну Божию, который не имеет начала и не имеет конца. А здесь, правда, был священник, и раньше мы читали, что всякий священник из человеков поставляемый не из ангелов, а из человеков поставляемый на служение Богу. Раньше мы читали, одна из глав, кажется, начинается. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятинно отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, то есть Мелхиседек означает царь правды переводится на русский язык. А потом и царь Салима, то есть царь мира. Иерусалим город мира или основание мира переводится. И потому вот здесь и имя его, и город, которым он был священником, он как раз соответствует тем, ну, значит, сторонам, которые присутствуют Иисусу Христу были. Он и царь мира, и первосвященник, даже первосвященник. И тут написано уже о десятине. Смотрите, десятина появилась не во время закона Моисеева. Она появилась гораздо раньше. Это было дело совести, отделять, вот даже, наверное, трудно найти корни. и видим, что Авраам, отец веры, отец верующих, он отделял десятину. И это не пожертвование. Это та часть, которая должна принадлежать Богу. За то, что он дал здоровье, дал силу, позволил быть в его народе. Мы думаем, это не пожертвование. Если сравнить сегодня с нами, с рабочими, работающими на производстве, это, наверное, подоходный налог, да? Как там еще что-то называется? То государство забирает, его, но у нас не спрашивает. Начислили зарплату, очислили то, что положено, остальное забирайте. А нам самим мало, это не наше дело. У нас такой порядок, такой закон. Когда дело касается Бога, мы об этом забываем. Это не закон. Это дело совести, десятая часть. А уже что, сверх десятины, это уже пожертвование. А то, что десятая часть, это то, что Богу принадлежит, не мне, я не имею права его брать себе. И вот здесь как раз апостол Павел говорит, что десятина возникла и дали ее Абраму. Помните, Иаков сказал, дам десятую часть впоследствии. А уже Моисей после, когда люди потирали совесть, потирали страх всякий, он написал, отдавайте уже по закону, не хотите добровольно, заберу по закону. Поэтому я хотел бы, чтобы мы не обратили внимания, потому что от этого зависит благословение дальнейшее наше. Попробуйте. Однажды в Малахе Господь сказал прямо, хотите меня испытать в этом? Испытайте. Не залю ли на вас благословение до избытка? А остальное вы просто меня обборовываете. Вы меня обборовываете. А чем? Десячинами. Это моя часть. Это моя часть. Которую десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, познаменование имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Даже без отца, без матери, без родословия, не имеющих ни начала дней, ни конца жизни. То есть родословия нет его. Никто не знает, откуда он произошел. Уподобляя Сыну Божию, то есть Сын Божий, если бы здесь был он тогда встречал, он не мог уподобляться сам себе. Зачем мне уподобляться самому себе? Какой смысл? Я могу уподобляться брату Слави, могу брату Сергею уподобляться, чем-то копировать, а мне самому себе зачем уподобляться? Поэтому здесь был не ангел, не Христос, прообраз его был. Это был человек священник. А чтобы он был подобен Сыну Божию, то никто не знает родословия, ни отца, ни матери, никогда родился, никогда умер, нигде не написано. Потому что Христос всегда существовал, на землю Он родился, а всегда был в недре отшим. и конца не будет Бог же бесконечный, безначальный и бесконечный. Уподобляя Сыну Божию, пребывать священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Аврам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сыновей левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя ищи произошли отчис Аврамовых. Но сей, не происходящее от рода их, получил десятину от Аврама и благословил имевшего обетование. Без всякого уже прикословия, меньше благословляется большим. И здесь десятину берут человеки смертные, а там имеют что себе священство, что он живет. Вот здесь Господь как раз и лучше сказать, апостол Павел через душ доказывает евреям о священстве Иисуса Христа как о высшем, гораздо высшем, чем это были те священники с колена Левина. Смотрите, левие по закону это были священники. Мелкий сидяк, он закону не подчиняется. И там дальше мы будем читать, что если бы он был на земле и по земному, то Иисус Христос не мог даже быть священником, потому что он был не из колена Левина, он из колена Иудина. И говорит, если уже Бог с последствия клятвы поставил его высшим, то значит и оснований есть больше для этого. Это его решение было, суверенное решение. Закон он дал для нас. И мы ему подчиняем материальному закону. Но когда касается дела Бога, то он этим законом не подчиняется. и это не раз мы видели в жизни. Человек умирает от рака, ему выписывают дней жизни несколько месяцев, а потом Бог вмешивается и он живет. Вы помните, кто помнит пожилые с Кипара? Я его еще немножко помню. Он был в отделенных баптистов там пастором в свое время. Заболел раком, сели в больницу, разрезали, а там все гнилое, так и зашили. Церковь молилась, он, наверное, лет 20 или 25 жил, если не больше. А зашили все, поздно. Почему? Бог этим законам не подчиняется, которых мы сегодня подчиняемся. Когда это надо, он меняет все. То же самое время и закон. Закон дам для людей, чтобы их ограничить, чтобы их сохранить от греха, но не для него. По закону из коленолеев на священники, но там дальше мы будем читать, это были несовершенные священники. Они умирали. Они были обложены немощью. Они грешить могли так, как и все люди. И, как следствие, закон ничего не довел до совершенства. И тогда Господь сверх всяких законов человеческих, для человека данных, Он ставит своего Сына, который по плоти сказал, будет из колена Иудина. Вот левый из колена Иудина, корень Давидов, победил, помните? А потом прочество, еще древние книги бытие, Иуда как лев, с добычей сын поднимается, так дальше, скипетр будет от Иуды, законодатель отшез его, да коль не придет примиритель. Господь сразу сказал, что вот закон, он не доведет ничего до совершенства, а будет лучше, будет другой священник. Будет другой священник. И вот что интересно, без всякого уже прикословия, меньше благословляться больше. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеешь в себе свидетель, что он живет. И так сказать, сам левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он еще был в числах отца, когда Милхиседек встретил его. Я прошу раз об этом, сегодня повторение. Авраам, благословение Авраамова, десятин давал Авраам, а левий тогда был уже в его числах. То есть в числах мужчины запрограммировано очень много на много поколений. И нигде не написано исчез женщины. Вот душ пришедших исчез. Якова было семьдесят пять. Программу Божию никто не нарушит. Это очень интересно. Вот почему, когда мы сегодня грешим или получаем благословение, то есть линия потомков через нас. И благословение Божие передается до сколько родов? До тысячи родов. Вот сколько мы вреда можем принести? Вреда до третьего или четвертого рода. А благословение на сколько? На тысячу родов. Он был еще в числах Отца, когда Господь был и он получил благословение. Поэтому когда мы сегодня или грешим, или мы живем в святой жизнью, но даст Бог, что уже после нас тысяч родов не будет. Уже наверное очень короткое время, хотя не знам ни дня, ни часа. Но сегодня это один из ответов. Я не говорю, что этот вопрос вычислился до конца. Почему говорят, в моей семье ни дед, ни баба, ни прадед, никто не был верующий, а меня Бог спас. А Бог спасает по молитвам, Бог так просто не спасает. Потому может быть, где-то тысячу родов назад был кто-то. Сегодня очень часто спорят о спасении. Почему одни спасаются, другие нет? Почему один двадцать раз падает и встает и идет к Богу, а другой раз один пошатнулся и нету? Никогда не ответим на это вопрос. Мы не знаем прошлое, много чего не знаем. И наверное, не стоит спорить на эту тему. Вот это одна из линий, которых сегодня. Вот был в частях отца и дал десятину. Сам Левий в лице Авраама благословляет до тысячи родов. Что можно знать, как можно ответить на эти вопросы, почему в одном случае так, а в другом так. Поэтому пусть Господь благословит нас, понять, как нам важно сегодня жить святой жизнью. Это не только к нам относится лично, но если мы живем так, надо, то и нашим будущим потомкам будет хорошо. Плохо вреда наделаем и им. Пусть Господь благословит, в сегодняшний день я уже не буду больше говорить, уже наше время прошло, но пусть то, что сегодня было услышано, пусть оно ляжет на наше сердце. Давайте глубже осмысним различные вопросы, чтобы дальнейшая наша жизнь прошла под благословением Божьим и для Его славы. Аминь.